Стадион «Текстильщик» прошел сертификацию в соответствии требованиям Российского футбольного союза для игр футбольной национальной лиги. Спортивному объекту присвоена вторая категория. Средства из областного бюджета на реконструкцию стадиона «Текстильщик» были выделены по поручению губернатора Станислава Воскресенского. На ремонт спортивного объекта направлено более 15 миллионов рублей. В результате проведенных работ было частично отремонтировано поле, заменено освещение, приведены в порядок по трибунные помещения, отремонтированы крыши главного здания. Кроме того, проведена большая работа по модернизации системы безопасности. В частности, стадион был оборудован камерами наблюдения системы распознавания лиц. Развитие инфраструктуры стадиона будет продолжаться в соответствии с рекомендациями Российского футбольного союза. Первый домашний матч после реконструкции команда «Текстильщик» проведет в субботу, 12 октября. Для безопасности дорожного движения нерегулированные пешеходные переходы в Ивановской области будут обустраиваться комплексно. Проект включает установку островков безопасности, искусственных дорожных неровностей и Г-образных опор с направленным освещением. Первый результат можно было увидеть в Новоталицах. Кроме всего перечисленного, здесь и на подходах к пешеходным переходам установлены светодиодные знаки-отражатели. Островки безопасности с двух сторон оснащены противоторанными устройствами, которые позволяют выдержать и полностью остановить транспортные средства весом до 7 тонн на скорости 60 км в час. Еще 8 аналогичных пешеходных переходов появится в текущем году в Ивановской области. 5 в Иванове и 3 на трассе Иваново-Родники. В следующем году планируется обустроить 30 таких переходов. Благоустройство центральной площади Гаврилова-Посада завершено. Преображенное пространство оценили жители и гости города. Вместе с ними площадь осмотрел губернатор Ивановской области Станислав Искресенский. Пространство кардинально преобразилось. Появились событийные игровые зоны, зоны для общения и спокойного отдыха. Теперь здесь всегда собираются люди. Жители попросили обустроить еще один подобный объект, но больше ориентированный на дошкольников. И такие планы уже есть. Еще одну площадку разместят вблизи храма. Масштабную работу, проделанную в городе в этом году, отметил и председатель Совета директоров компании «Дымов» Вадим Дымов. Он объявил о решении передать в дар городу спецтехнику для уборки площади. Наиболее подходящую для городских нужд модель определят коммунальные службы.